Предупредить чрезвычайные ситуации. МЧС запустила ежегодную республиканскую акцию «Безопасный Новый год». Как она будет проходить, сейчас узнаем. Как не оказаться в больнице из-за ферверка, почему не стоит играть на льду и как не замерзнуть в сильный мороз. В течение месяца сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям будут напоминать взрослым и детям о правилах безопасности в период новогодних праздников. Акция пройдет в четыре этапа, каждый из которых направлен на определенную целевую аудиторию. В первом этапе акции мы работаем с людьми преклонного возраста и рассказываем и устраиваем онлайн викторины, театры безопасности, которые в свою очередь рассказывают пожилым людям о правилах безопасности у себя дома, которые позволяют им в простой обстановке, возможно даже чаепитие, напомнить им о вопросах безопасности, напомнить о номерах службы спасения и о том, как все-таки стоит свое жилище держать в безопасности. Во время второго этапа спасатели обучат урокам безопасности детей и подростков. Мероприятия пройдут в детских садах и школах. Работники МЧС, в том числе и пожарные Деда Мороза, и Снегурочки, а также герои мультфильма «Волшебная книга» напоминают детям о вопросах безопасности. И рассказывают это все в игровой форме, для того, чтобы детям эта информация воспринималась интереснее и полезнее. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Сколько вас много с игровой! Давайте знакомиться! Меня зовут Волчок! Во время третьего этапа работники МЧС напомнят о безопасности на ледовых катках, спортивных площадках и в детских учреждениях здравоохранения. Завершающий пройдет в местах массового пребывания людей. Это открытые площадки, торговые центры, рынки и детские развлекательные центры. Также получится и в конкурсе, например, лучший видеоролик на тему безопасности, либо лучшая песня на тему безопасности в Новый год. В столице конкурс пройдет в два этапа. Сначала во всех районах Минской области. Участникам нужно предоставить в районные отделы по чрезвычайным ситуациям заявки на участие в конкурсе. Второй этап – городской. В нем примут участие победители первого этапа. 7 января жюри определит трех счастливчиков по итогам каждой номинации. Победители получат дипломы и ценные подарки. Проведите праздники не только интересно, но и безопасно.